всем доброе утро мои хорошие смотрите какая лохматая я такая выспавшись так хорошо спалось мы с крестинкой легли на самом деле включили там тнт была передача я тебе не верю первый раз я посмотрела такую передачу вот потом начался женский стендап я уже вырубалась крестинка уже уснула я посмотрела пару представлений третье представление послушалах и в итоге вырубилась там выключила телевизор очень классно сладко спалось сейчас мы проснулись 10 часов ну кристина давно уже проснулась я слышала уже монтирует видео там кофе пьет а я вот только встала нагрела себя молочка теплое молочко и тоже там что-то помонтирую посмотрю короче что мне там надо сделать мы никуда не спешим я думаю сегодня мы будем себя в порядок приводить купаться там вот дела какие-то поделаем короче домашнее такое вот что надо будет покушать потом все-таки придумать потому что мы взяли такие знаете бутербродики там то все а чё-то надо даже серьезно и покушать а вообще я думаю можно столовую пойдем здесь вот эта военная столовая пешком пройти вообще классная был военно столовую ходить просто мы не будем набирать как в прошлый раз набрали всего и толком ничего не поели невкусно взять там попробовать одно понравилось наелись наелись еще взяли вот на самом деле я очень сейчас вот внимательно смотрю за своим состоянием потому что реально у меня в ростове уже что у меня это фишку стреляла я уже не понимала что вообще происходит вот эти панические атаки на ровном месте просто ну это все как бы вместе и поэтому я сейчас выехала мне мои свои кровь и мама говорят она тебе просто уехать и просто вот уже здесь вот так вот зашиваешься вот это вот это вот отдыхай короче ничего не делай мы взяли на себя обязанности с малышом и все и я вот уехала реально и прям вот я понимаю что каждый день думаю неужели они были правы неужели они были правы и мне реально нужно просто было отдохнуть и вот сейчас даже так все сложилось до что мы здесь остаемся прям вот на долго не считай надолго неделю и я прям так счастлива где-то внутри да что я прям как следует я хочу потом вернуться с этим состоянием вернуться обратно и постараться его удерживать вот а так здесь клёво а вот смотрите киса убежала киса черная тут ходит хотела вам успеть его показать с такой вид с окошко видит красивый спокойно тут кстати это центр города на здесь так тихо круто ладно пошла пить молоко да 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 я искупалась крестинка сейчас там плещется у нас и я сейчас уже проголодалась чуть смонтировала видео одно видео выпустила на второй канал если что ссылки все под видео кто не знает не помнит сейчас смонтировала на главный канал видео день рождения люси и как мы до сюда добрались вот делаю такой многосерийный вам прям сериал и решила сейчас покушать немножко и сделать бутерброд из колбасы которые я вчера взяла девочки она прям вкусная колбаса вот эти всякие сладушки которые там я брала вчера сейчас вам покажу но мне не понравились вот эти творожные мне показать что они не свежие вот эти вкусненькие в принципе но тоже мне кажется они уже ну не первый день короче лежат такие немножко ну можно сказать не свежие дать не не первый день и второй день сделаны уже на третий-четвертый но вкусный при этом с маком вот эти штуки шоколадка обычная ничего особенного вот ну вот этот вот итальянский багет девочки он очень вкусный и с этим итальянским багетом вот эта колбаска я ее еще возьму все еще совсем на пробу взяла мало я прям ее возьму еще сыр еще не пробовала и я вот уже пью я сегодня не пью кофе не пью чай с утра ничего я пью просто горячее молоко нажала на кнопку короче горячее молоко пью кайфую и вот бутерброды эти заедаю реально очень вкусно ну прям очень приятного ой девочки а как спас меня фаберликовский этот костюмчик какая молодец что его взяла как я легко была одета вот смотрите во первых он красивенький он там с начосиком внутри я его как надела девчонки как согрелась и все теперь он моя это он мягенький такой классный короче я его одеваю надеваю простите вот он фиберликовский костюмчик сейчас я его тоже надену то что на улице в беларуси очень холодно и говорят и в ростове холодно и в москве холодно сверху надеваю свой другой костюм и я в таком тепле несмотря на то что у меня легенькая куртка так что фаберлику большое спасибо классно я довольна в нем даже спать можно настолько мягкая классная ткань смотрите как он красивый сейчас вот кстати я его надела один надену да ёшкин кот надену слова вообще не пишется сюда девчонки одела 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 вот более гармонично звучит короче одела я я буду с собой можно я выросла в том месте где меня научили одела говорить ладно точнее не меня научили не знаю короче как так сложилось в общем так сложилось не обращайте внимание проверяем свое терпение к чужой нехрамотности я постараюсь ладно на дело хорошо надел короче я надела костюмчик смотрите какая красивая 6 еще чуть-чуть у так вот так вот такая красота сейчас одену теплые штаники и надену худи но еще с таким расчетом что я могу эту худи снять и где-то просто сидеть в этой кофточке они вполне себе выглядит как просто базовый лонг слив то есть вполне нормально могу так сидеть и будут новые фотографии так как-то я много не взяла с собой одежды вот главное тепленькие бы в нем с удовольствием спала если будет холодно я прям в нем и буду спать еще хотела сказать что в белоруссии совсем другая вода я помыла голову и у меня ну какая-то мягкая прям знаете прям ну не другая вода короче она более мягкая вода вот а свекровь когда кстати приехала на мыло с нашей водой и говорит не пойму почему меня так быстро жирнеет голова но то есть видимо из-за жесткости воды и как-то это на волосы тоже отражается говорит совсем по-другому было ощущение до волосы все такое когда она была в беларуси короче я сейчас мой голову мне интересно когда когда она начнет жирниться грязниться ну проверим а даже с первого раза наверно все не изменится ну мало ли вот просто посушила и не взяла свою браш расческу здесь фен холодной водой с холодной водой с холодным воздухом поэтому кончики у меня не стремятся вниз и масло я не взяла свое и бальзам закончился надо купить в общем сейчас мы выходим надо будет еще в одно местечко сейчас вдруг нарисовалась идея еще одно местечко съездить проконсультироваться там чтобы успеть потом еще кое-какие документы сделать вот а сейчас мы пойдем в военную столовку покушаем и съездим быстренько на такси туда-сюда о может мы и за пиццей заедем если там недалеко нам пиццу бесплатно вообще-то должны дать мы не упустим едем по улице гагарина это улица мне очень нравится она многополосная широкая здесь очень много всего на проспекте домов высоких всяких кафешек короче вроде не считается самым центром самый центр это где мы живем но это тоже такой ближе к центру но мне очень нравится именно раскат такой много пространства домов суки вдруг придется борисове жить я уже приглядываю дома где мы могли бы жить в общем поехали с кристинами военную столовую чтобы поцеловать дверь и возвращаемся обратно на тот же район где вас сами вот здесь был и рядом это пицца в которой мы должны забрать в конце концов свою пиццу а то мы там должны неудобно когда мы должны в общем едем опять по этой улице которая мне очень нравится и поближе к пицце парк какой-то это памятник какой-то в общем мы приехали в эту пиццу забрали пиццу там с курицей короче еще не забрали точнее но будут делать именно 15-20 и еще я увидела там драники с лососем и с грибами короче взяли две порции одно такое одно такое а еще у таксиста я спросила где у вас тот самый район ну новый дома новые и вот мы уехали и он говорит вот он говорит вот там вот ну за вот этими домами то есть короче берелевская какая-то улица и вот говорит там все вот новые дома вот там новый домашний голод новое короче вот там вот так что то есть что можно купить в доставке доставка он раз машина пицца которую нам дают в подарок она сказала ее в меню нет да походу вот то что мы проездили туда обратно можно было еще одну заказать и половые бесплатные и платные короче там пойдем внутрь постоим тут реально даже рядом ничего нет лучше постоим тогда в тепле ладно и а в клуб а в клуб ну таксист советовал какой-то клуб но я ему сказал что мы в клуб не ходим как это ты хочешь еще клубничка на торте да клубец мы сели в такси забрали нашу пиццу набрали вкусняшек сейчас мы еще выйдем возле дома в магазинчик и возьмем там колы он среди торговый центр евро опт сити а за вот этот он говорит а вот за green он говорил вот торговый центр green водитель говорил вот сюда типа пойдите от gloria джин здесь карри есть да мандарин или green вот так вот короче мы сейчас магазине наберем еще вкусняшек чуть-чуть там я хочу да я хочу молока взять я хочу кофе нормально взять то мне тут который в квартире был смущает мне не нравится там какой-то шоу пень вот еще так я сказала пол и молока пол и молока и и чай болит забыла я пол и молока и кофе еще рулет курины мне сказали вкусное надо взять еще кусочек колбаски какой-нибудь хочу сырокопченый или варенок копченый короче здесь колбаса вкусная обращу внимание на мясокомбинат и там есть какие-то определенные хорошие короче едем домой и дразнила тут дразнила крестину давайте первое мы покажем пиццу мы ее так и не открывали не смотрели смотрите вот такая она крестюшка иди налетай мы не помню а греть смотри какая она красивая с курочка не сказать что даже такой в меню нет а я такая еду еще и думаю вдруг мне она очень понравится я ее захочу мне придется сделать такой маневр поехать васаби сделать заказ на определенную сумму а потом с чеком ехать за пиццей так ладно сейчас я распакую пакеты здесь у нас драники и чизкейк листин посмотрите уже линга вкусное тесто у нас лампа видите какая так здесь у нас два чизкейка мы взяли один малиновый один черничный на пробу стоят они всего три рубля то есть три рубля умножить на 35 на 33 33 34 короче вот так так здесь у нас вот так вот вот эти со свининой то есть не просто драники поэтому они такие дорогие крестьян это не просто драники они со свининкой смотрите открываем мясо тут вообще нормально все 8 8 а другие 8 с половиной с лососем кстати дороже краса короче будем кушать а потом попозже сделаю распаковку чуть чуть здесь сейчас поем просто не могу руки помыть надо так ну что смотрите мы решили еще это идея кристины макать пиццу в майонез майонез мне кажется реально очень вкусно мне сказали что здесь вкусно молочка повторюсь да и я решила набрать все майонез на кресте тебе дать солны этого что сейчас налить давай вот сюда прям долью не ну можно как бы и выдавливать да ну ладно сказала макать если макать то это вот или чуть-чуть полей там куда тебе надо короче давайте покажу я жила мясной рулет мне сказали мясной рулет попробовать там мясных рулетов блин видимо не видимо она мне говорит ну вот этот попробуйте по-домашнему значит потом я говорю давайте варенокопченую какую-то она мне дала короче праздничная брестская брестский хороший мясокомбинат сказали цены смотрите 471 то есть это где-то 150 рублей я просто на 3 ум на 30 умножаю и все 150 это 150 это правильно правильно дальше взяла маленькая кофе такой на скафагород взяла малиновое варенье этот чтобы с чаем может быть попить или малоли там что яблоки это для того чтобы мама делает у меня очень вкусная короче творог он у нас есть творог режу туда яблочки мелко и еще йогуртом поливает я взяла йогурт тоже это вроде бы их местные посмотрела надеюсь я не ошиблась не взяла кого-то другого до беларусь брест беларусь все икру из кабачков я тоже решила их местную попробовать так как я фанат кабачковой икры очень хочу попробовать именно вашу брестскую брестскую короче белорусскую варенье не знаю я не смотрела там небольшой был выбор честно говоря что за производство короче взяла какое было вот кефир взяла багет взяла это уже не итальянский другой и молочко взяла другой фирмы вот ну то вкусно еще вот это решила попробовать короче все кушать хочу что вкусно все это как пиццу потому что картошка то и другая первое я попробовала драники с лососем может с лососем сначала реально вкусно тут много всего что вкус драников даже сами не почувствуешь хорошо так как блюдо уже ниже сделаем угу так второй сейчас вот руки такие второй со свининой тут вообще блин столько свинины смотрите офигеть да там за любой что ммм ммм более такой насыщенный знаете мишуную драньку очень много мяса ну что мои хорошие мы поели вообще плотненько вкусненько офигеть даже еще осталось пол пиццы еще остался один драник я его потом доем он как-то соленковатый для меня вот я повторяю кристины слова соленковатый он для меня более соленый по-русски короче нагрела молока ммм люблю теплое горячее молоко и вот тут у нас есть два чизкейка один малиновый один черничный я изначально хотела вообще черничный взять и Кристина говорит и я буду черничный я уговорила ее взять малиновый говорю давай один и другой съедим напополам чтобы слушайте ну он такой красивый там такой он видите прям вот какой-то красивый аааа да что ж ты делать будешь то с тобой а и вообще здесь скрипит немного как потертое седло может быть вот этот не так скрипит оаа вот этот нормальный а этот прям скрипучий сижу на нем и вот это скриплю так попробую он уже чуть-чуть разморозил смотрите какой красивый ну-ка ммм он безусловно вкусный но кажется что он должен в холодильнике еще чуть-чуть побыть он должен быть более холодным мне кажется более замороженный что ли Крис ну кайф ну не пробуй в следующее в следующее Крис говорит что это за обжиралова то устроила ну ничего на тебе розовый какой ничего не гладь что ты мне ложку не дала а чё что не убрал а драйв чтоб поднялся тебе скажу какой вкуснее офигеть они оба вкусные я не знаю какой вкуснее просто там розовый красивый вот ты любишь все испортить не испортить я смотрю правде в глаза ложку тебе ну чё не будешь это чистая ложка чай мешает на ну и что какой вкуснее по-моему в рот вам тут больше вот этого который больше вкусности что-то думала ммм ша шата лепота вкуснота ммм счастье есть всем доброе утро мои хорошие ой сегодня мы встали на самом деле рано девять девять с чем то я лично встала кристина помню еще раньше встала она сейчас занимается а я проснулась попила немножко бодички и уже проголодалась, уже хочу кушать. На улице у нас всё растаяло. Снега я уже не вижу вообще нигде. Второй день у нас плюс пять. Ну, плюс четыре, плюс пять. Вот. Ну, как бы мокро на улице. Вообще не люблю мокроту. Мне даже больше, может быть, мороз и солнце нравятся, чем вот мокрота и такая погода. Серая, короче. Серая погода, она не вызывает внутри вот эти гормоны счастья. Вот. Сегодня я очень хочу сделать ногти, девочки. Очень. Потому что они у меня так отросли. Мы ещё здесь будем долго и просто уже невозможно с ними ходить. Я боюсь, что у меня просто они, ну, вы знаете, как длинные ещё отросли. Вот ударюсь, треснет что-нибудь вот такое. Поэтому я бы их обновила и может быть, Френчик бы сделала себе. Поэтому сейчас я поблизости буду искать какое-нибудь... Что-то я не видела, конечно, но я очень надеюсь, что какой-то салон здесь будет приличный. Мне сделать нормально ногти. Пойдём вместе. Вот. Кушать у нас в принципе есть много чего. А, и ещё я хотела сегодня фикс прайс заехать. Тоже какой-нибудь поблизости. Мы, кстати, проезжали вчера. Ехали. Ехали по делам к Этариусу и вот я видела фикс прайс небольшой. Но я думаю, что он здесь не один. Поэтому я посмотрю поблизости фикс прайс. И на второй канал хочу снять вам и пройтись по магазину. И, может быть, ещё что-то купить. А может, не буду ничего покупать. Зачем мне здесь фикс прайс за Белоруссией тащить потом домой, да? Ну, посмотрим. А вдруг здесь будут какие-нибудь уникальные вещи. То, что у нас в Ростове нет. Придётся купить. Сейчас пойду, короче, сделаю кофе. Вот. Будем просыпаться. Наслаждаться. Вот. Я уже в своём институте начала обучение. Хотя конец недели я припоздалась немножко. Но это же надо войти в кураж, чтобы лекции начинать смотреть. Но я уже две лекции посмотрела сегодня. Ещё две лекции надо досмотреть. Задание сделать. Короче, всё в таком расслабленном режиме. Девочки, ну села я и есть. Вот сейчас пробую удаст куриную рулет. И вниз ещё намазала белорусского майонеза. Блин, это так вкусно. Я умираю. Это третий бутерброд. Я вот уже Кристинке во влоге сказала, говорю, что если придётся жить в Белоруссии, только вот эта еда и подкупает. Что я буду рада, что я буду есть вот эту еду. Очень вкусно. Собираешься переселяться, да? Ну, придётся. Я тут здесь вот жила. Как раз можно было здесь с бизнесом как-то развернуться. Смотрю, здесь ещё есть дома свободные, где можно разместить аппаратуру. Раскрутиться. Реборы. Да, раскрутиться. Насли пустят. А как раз ещё другое государство. Можно там взять кредитов у себя, а сюда приехать, а отсюда нас не видят, потому что мы хорошие девчонки. В общем, план Барбароса уже есть, но я пока... Это по секретику, смотрите только. А я пока наслаждаюсь куриным рулетом. Куриным носом у меня. Ну, чё. Да, Кристинка, занимайся пока. Куриным носом. Ну, я не занимаюсь, но пока я хочу только подниму. Ну что, моя хорошая, выскочила из дома. Каким-то чудом сейчас в салоне появилось окошко для моего маникюра. Я вообще записалась в другой салон на завтра. Сейчас я, кстати, позвоню им и отменю. А девушка сегодня мне говорит, везде всё занято, за неделю к хорошим мастерам записываться. И тут она мне звонит и говорит, только что человек выписался. Приедете? И вот я мчу, короче. Посмотрим, что сделают мне за маникюрчик, потому что здесь в основном, я смотрю, шелак делают. И говорят, что моё покрытие даже не снимут. Что-то такое, короче. Я тут поняла, что тут чуть-чуть по-другому, чем у нас. Поэтому я прям в предвкушении, что же у меня будет в итоге. Я проехала сейчас от метка своего, могла пешком пройти 420 метров. Такси взял на 2,5 рубля. Ну, это умножить на 33, где-то 100 рублей, короче, поездка. Ну, сейчас тля, как на общем, я решила проехать. Вот салончик. Крошечки мои, ну что мне сделали? Мне такая что-то зачехлилась. Вышла сейчас на улицу, вызывала такси. Оно через 5 минут будет. Блин, 480 метров всего лишь. Ну, ветер на улице, я не хочу идти. Я боюсь простыть. Мне сделали ноготочки. Сейчас покажу поближе. В общем, думала сделать френчик, но френчик не сделали. Так, чуть-чуть. У меня тут что-то... Ну, дома поправлю, короче, по мелочи. Ну, красиво сделали. Мне, в общем, укрепили их как следует. Знаете, такой акрилогель какой-то кремообразный есть. В общем, она так выложила его базу. А сверху сделала мне топ с блестками, с таким напылением. Вот. Мне кажется, так, чтобы не вызывало, оно, знаете, не привлекало внимания. Довольно-таки хорошо сделали. Взяли 30 рублей. Посчитайте, сколько это. Тысяча рублей на наши почти. Вот. Ну, крепкие ноготочки, длину убрали, блестит. Ну, хорошо. Я рада. Я думала, будет хуже, если честно. С девушкой пообщались. Она посоветовала места в Минске. Так что сейчас я приеду домой к Крестенке, да? Я мог бы планировать завтрашний день. Вот тебе и Клис. Всё, я успела домой прийти. Это град вообще-то называется. Скруп. Ну да, град. Крис говорит, дождь с крупой. Поняли? Слышали когда-нибудь такое опознавание? Блин, ну куда мы сегодня пойдём? Вообще никуда не хочется выходить в такой погоде. Хорошо, я успела ногти ещё сделать. Ладно. Короче, Крестенка, чай закипятил. Чайник закипятил. Сейчас я сделаю чай. А что это тут у неё накрытое? Это бутербродик так и не ела я ушла. С майонезиком вкусным. Не ела. Кстати, я так прикольно пообщалась с этой девушкой. А у них, оказывается, семейный бизнес. Вот их салон называется... Не помнишь, как название это слово? Пружняка? Как? Не помню? Пружняка. Блин, забыла, как называется слово. Так интересно. Ну, салон красоты называется. ПРНП, короче, чё там жжинка какая-то, жняка. Я не поняла. Вот. У неё было окошко, да, и она меня записала. И, ну, сделала мне ноготочки такие вообще. Натур, натюр. И они поблёскивают. Я рада. Ещё мы с ней пообщались. У них вот семейный бизнес, я так поняла. Обалдеть просто. У меня эти деревья кака-то. Нет, мы никуда не пойдём. А ещё человек идёт, смотрите. И ветер жуткий, он еле идёт прям там с зонтиком сидит. Обалдеть. Я надеюсь... Ой, кто-то звонит. Звонят мне и говорят, здравствуйте. Вы была одежда в новом потолку звонили. Вам что-нибудь подсказать. Я говорю, я не звонила. Я сегодня звонила много салонов красоты. Поблизости и не поблизости. И просто везде запись очень, ну, большая, плотная. То есть мне максимум на 9 утра на завтра вот, ну, записали. Там окошко у них одно было. Но я думаю, блин, завтра хотели поехать в Минск. Как-то мне совсем не хочется в 9 утра вставать и полдня тратить на ногти. Хотя здесь мне быстро сделали ногти. Но всё равно в 9 утра вставать не хочется. Я выступаюсь, кайфую. Смотрите, деревья вот эти теперь гнутся как. Пока с вами разговариваю, вижу деревья гнутся. Сейчас они не очень гнутся. Нагнулись, когда я разговаривала с вами. Короче говоря, всё. Я довольна, я рада. Поболтали с девушкой. Она рассказала, куда пойти в Минск. Она говорит, езжайте на маршрутке. Вы прямо на маршрутке выйдете возле большого торгового центра. Там, говорит, прям целый город. Погуляете там, а потом спуститесь в метро. И прямо доедете до... На букву П что-то она сказала. Ну я Палиева или Плиева. Что это такое? Или я путаю? Ну короче, я когда увижу это название, я его вспомню. Она сказала, там всего две ветки в Минске. Я думаю, блин, ну это по-любому на метро надо съездить. Две ветки после Москвы. Две ветки и что-то там пересадка где-то. Ну в общем, несложно там, не запутаешься никак в Москве. И говорит, езжайте на эту улицу. Там какая-то есть улица у них на З начинается. Вот у меня память вообще железная. И вот там, говорит, летом вообще очень круто, говорит. Сейчас, не знаю, там такая, короче, улица. Там много всяких кафешек уютных разных на любой вкус. Там на улице прям люди поют, танцуют. Ну не по такой погоде, конечно. Она говорит, все зависит от погоды. Если будет плохая погода, то ничего вы не увидите. Такие дела. И вообще, говорит, ну у нас быстро. Мы вот здесь вот живем в Борисове, типа, да. И быстро там захотели как бы проветриться. Сели на машину 45 минут и уже доехали до Минска. И многие здесь живут, а в Минске работают. Короче, такие дела. Вот. Еще посоветовала мне магазинчик мясной. Говорит, если вы любите колбаски и все такое. Я, говорит, больше по сырам. Вот. У нас здесь, говорит, есть рядом мясной магазинчик. Очень вкусный. Типа там вот местного мясокомбината, короче. Там вот вкусняшки. В общем, классно. Классно. Люди пока что все мне идет в руку. Я надеюсь, что все так и будет. А сейчас я хочу сделать чай и доесть свой драник вчерашний. Ну что, мои хорошие, на улице вроде бы... Хотя, не знаю, вот ветер опять идет. Мы, короче, полежали, дела поделали с Крестюшкой. Вот смотрите. Града уже нет. Более так ясно видно, да. Ну вот ветер прям колышется. Вот эти деревья все. Прям по луже видно, да. Такая лавочка одинокая. Слушай, прям фото сделать надо будет выйти. Фото лавочка в луже. И выложить вам в инстаграм. В этот сториз. Блин, а нам сейчас пешочком прям два дома надо маленьких пройти. Вот. Мы сейчас поедем в одно место, но по делам. И оттуда сразу в фикс-прассе. Я вам на второй канал подсниму фикс-прассе. Ну, люди ходят, а что делать? Надо, значит, надо. Let it go, let it go, let it go. Кристинка занимается там. Ладно, я пока спущусь вниз. Хотя, что я там буду внизу стоять? Такой подъездик у нас. Видите? Идем. Довольно-таки чистый подъезд. Смотрите, здесь даже график уборки. Видите? График уборки, площадки. Квартира какая, какой месяц. Ну, все довольно чисто. Но, честно говоря, здесь ночами... Боже. Что за звук? Здесь ночами дети орут и прыгают просто по лестнице. Какой-то кошмар. Я аж переживаю, думаю, что они там делают. Вы слышите, какой ветер? Это просто жуть. Послушайте. Послушайте, какой ветер там. Я боюсь выходить. Надо лавочку сфотографировать. Надеюсь, мы не улетим. Слушайте, ну вышли на улицу. Офигеть, а что это за куски льда вообще? Это они с неба падали случайно, куски льда? Короче, вроде вышли на улицу. Не так сильно ветер. Может быть, еще не ветреная сторона. Но я уже возле этой лавочки сфоткалась. И лавку сфоткала. Блин! Тут закрыто. Реально закрыто? Или можно толкнуть и открыть? Не кайф обходить дом. Вроде замка нет. А город живет. Видите, на самом центре выходим. Подышим. Так, ну что, смотрите, наша площадь. Красивая. В первый раз в самую чистую машину сели, где можно снимать. Сейчас едем в Фикс Прайс. Так что ждите новых видео на втором канале. Через 600 метров крутой поворот направо, во двор. Кристинка нашла местечко. Смотрите, написано распродажа. Все по 5 белорусских рублей. И шуба висит. Я говорю, бери шубу за 5 рублей. Серьезно? Давайте узнаем точно. Может, здесь обман? И обувь там, смотри, тоже. Все по 5 рублей. Кринс. 5 рублей это 150, это 170. А, туфли по 50, по полторы тысячи. Это мою стиль, я люблю бумажный стиль. Полторы тысячи крест, это не твой стиль. Это очень дорого. Это очень дорого. Девочки, еще здесь есть секонд-хенд. Возможно, на втором канале еще будет секонд-хенд. Мы туда заскочим, посмотрим. Крошильни мои. Мы дома. У меня села батарейка. Так что нашу дорогу до дома от фикс-прайса вы можете посмотреть у Кристины. Это просто трэш. Мы пошли пешком. У меня села батарейка. У меня только на телефоне есть интернет. Я не смогла заказать такси. Нам нужно было пройти полторы остановки. Вот, секонд, ну, 800 метров, короче, где-то. И мы не стали переходить дорогу и ехать на автобусе. Мы решили пойти пешком. И как ветрюга начался, снег начался, Кристина все это снимала, нас там сносила, короче. Она гуляем, гуляем, надо ходить пешком. Короче, еле-еле мы добрались до дома сквозь ветер и снег. Вот, пришли домой, сейчас поели бутербродики. Прям я попила горячего молока, Кристина чаек пьет. Уже сняла для вас распаковку фикс-прайса. Я сейчас только приду в себя и только начну снимать. Короче, вот так. И только зарядила чуть-чуть телефончик и вот к вам пришла. Короче, все, я лежу, отдыхаю. Мне так хорошо. Мне так нравится кушать здесь и пить. Ну, я имею в виду мяско кушать. Оно здесь реально вкусное. И молочко здесь такое вкусное. Просто мне ничего не надо. Я прям каждый раз, когда это ем, я такой кайф получаю. Вы себе не представляете. Аж хочется все это купить домой, привезти и вообще сюда ездить за продуктами. Но это очень дорого, наверное, получится, да? Ну, помните, в наш первый день Кристинка там сидела? Да, глядя. Вот мы приехали, Кристинка там сидела. И, короче, это ее рабочее место. Она там вот встает и все сразу туда садится на диванчик. Я не знаю, что это некрасиво сделала. Как? Я просто хотела показать, что я ем в зефир. А есть люди, которые просто любят это так делать? Я уже не делала, что я ем в рам за два дня. Да? Ты что, мне не оставила ни одной зефиринки? Я не попробую. Ну-ка, дайте там осталось тебе. Короче, это ее рабочее место. У нее там все ее... Я даже туда не подхожу, потому что там все ее... Мои вот это вещи лежат на уголке вот здесь вот и все. Там бывает... Это их вообще вещи. Она бывает набросает свои косметику туда на мои вещи. Такая косметика, я вообще не пользуюсь вот это в поездке. Где твои вещи? А, вот там на уголке? Да, вот там на уголке. А, ну лежит твоя футболка. А то я думала, у меня же тоже розовая. Думала, это моя футболка, хотела ее найти. Короче, она приходит только спать на кровати. Все время проводит там. Макрошки. Короче, я не знаю. Я вот это валяюсь сейчас уже. Намонтировала кучу видосов. Кристина там тоже работает. Я не пойму, есть мне что-то или не есть. Уже сейчас будем спать. Уже время 11 часов. И я не пойму, я хочу что-нибудь съесть или лучше не надо уже на ночь ничего есть. Потому что потом очень сложно засыпать, я заметила. Если ты ешь лишнее, надо просто... Если ты ешь на ночь... А у меня прям изжога, знаешь, какой день. У меня прям... Не хочу васаби. Какого васаби на ночь? Совет отбывала. Поешь васаби. Я вот водички бы теплой даже попила, чтобы даже не холодной. И у меня такое ощущение, что у меня что-то как будто подзадуло. И вот как будто горлышко немножечко такое, знаете, странное. Короче, молоко закончилось. Молоко не хочу. Вот молоко тоже как-то уже... Как-то все не то, все не то. Я хочу воды теплой надо чайник питать. Девочки, ну что вы думаете? Мы долго не думали. Бутерброды, говорю, майонез смазать. Кристина говорит, конечно! Белорусский майонез. Еще бы. Такая красота. А сюда прям не хватает, знаете, огурчика. Ну нет, огурчика. Кристина сейчас наверняка васаби еще намажет сюда. А что я не включила чайник? Я его налила. Деловая колбаса. Что будем ждать, пока он закипит? Блин. Все, крестик-нолик. Беги, хватай бутербродоньку. Ах, красота. А что ж ты мое васаби не достала? У меня глаза сейчас красные. Прости, нормальная веса. Так, вот твое васаби. У нас будет такое время, поэтому не обращайте, пожалуйста, внимание. Да никто на тебя не смотрит. А что еще? Может сыра дать тебе? Давай. На. У меня не прокормишь. Ну конечно. Так, а этот, соевый соус дать? Да нет, куда его уже? Ну не знаю, ты васаби же куда-то мажешь. Да нет, соевый соус к яичнице его. Васабик вас замажешь? Да нет, я не знаю. Сыр лучше уже завтра с маслом, да? А то сразу все сырится. И держат сыр, смотрите. Дай нож и ложку. Так, на тебе нос. Спасибо. Я попробую просто сырок, можно? Да, попробуй. И ложку дать тебе? Маленькую ложечку, да, там такая улежала. Вот. Я, наверное, налаживала лосадь. Почему? Вечеру солнце. Ой, солнце, господи, и слова путаются. Голос садится, да? Духа, ты там это, можно я начну уже есть? Конечно, конечно. Как я сырок, кстати? Нормально. Как я покупала у Люси, а ты такая? Нет, там вообще отвертый был. Обычный сыр был такой же. Я бы пила сыр, а ваша себя, ну... Ой. О-о-о! Там был реально сыр и недосыр. Но этот обычный сыр, я согласна. Потому что этот я просто взяла сама. А вообще, надо было спросить и сказать, дайте мне самый хороший сыр. А я подумала, такая-то посмотрю. Они бы дали. Всё, что я приношу, она прям всё вот так. А, Крест. Она... Сейчас я вам скажу. Она купила в ларьке сыр. Я купила в магазине, который в доме. Он был типа ларёк. Ты сказала там типа ларёк. Маленький такой закуток, как у вас там вот вы ходите. Ну и что? Ну это как ларёк. Это ж не прям какой-то узк, обычный маленький магазин. Ну маленький, не магазин типа пятёрочки, правильно? А такой ларёк. Ну. Она взяла там сыр. И просто какой был сыр, чтобы вы понимали, сыр, на котором вообще, по-моему, ни цены не написано. Ни срока, ни названия, конечно. Вот. Да было там тоже. Когда упаковано. Там ничего не было. Там просто вот такой брусочек. И всё. И я начинаю пробовать его, а у него вкус вообще не сыра. То есть, что-то непонятно, что. То есть, даже не дешёвого сыра. А там даже, мне кажется, это сырный продукт какой-то был. Знаешь, вот такое? Сейчас везде эти госты вряд ли бы их пропустили в дом такой большой сып. Это было прям совсем... Ну они под шумок моё, что её засунули. Непонятно, что. Может, у них дома этот сыр оставался, они его завернули. Им надо прилагать было. Светло было. Да мне ещё кусочек радуга хлеба. Вообще, да, он вообще... Кусочек чего? Хлеба? Да, вообще крошки. Ну ничего, я же не буду жаловаться прям постоянно. Ну ладно, давай я выключу, расскажешь, в чём дело. Натёрла мне селена глаза васаби. Ага. Да нет, я на бутербродик намазала и прям... Хороша чертовка. Второй раз. Сегодня утречком ты... Ну я надеюсь, оно хорошо влияет на пищеварительную систему. Это ж не просто так вот... Не знаю даже. Ой, васаби-имбирь хорошо. Как знаете, я не знаю. Я решила доесть вчерашнюю свой творожок. Творение. Моя мама такое готовит. Я вам уже говорила. Йогурт, здесь творожок и порезанное яблочко. Мама, я тебя вспоминаю, кушаю. Очень вкусно. Прикиньте, я оленёнок какой. Я всё время вот эту штучку открывала вот так рукой, чтобы налить воды. И только увидела, что здесь есть вот такая штука, смотрите. Просто. И закрывает, и открывает. Господи! Находка. В общем, мы поели хорошо с Крестюшей на ночь. Ну, а что, мы можем себе позволить сейчас? А что? Мы отдыхаем. Когда человек отдыхает, он не должен себе ни в чём отказывать. Ну, как бы, я имею в виду в пределах разумного, конечно. Мы не едим тут торты. У нас нет тут кучи, я не знаю, чего-то такого прям вредного, вредного. Ну, в меру едим. Мы вообще, мне кажется, едим два раза в день. Нет? Вот чуть-чуть подкрасила я чаёк. Сейчас лимончик налью и малинки сделаю. Кстати, вот эти штучки, они подсохли. И я сейчас их ем как сухарики, знаете. Говорят, что более полезно есть хлеб, когда он не свежий. А уже там вчерашний, позавчерашний. А это ещё, знаете, мы открыли, он реально подсох. Вот я ем. Кайфую. Чаёк. Какая-то новая передача по ТНТ. Я даже не знаю, как она называется. Все для меня новые люди, кроме как в жюри. В жюри старенькие. Сейчас начнётся, покажу. Вот, название я только что прочитала. Называется «Импровизация команды». Вот. И здесь какие-то вот люди, две команды. И, ну, люди, которых я вообще не знаю, как бы. А в жюри вот сидят вот эти вот комедианты. С импровизацией. Ну, видимо, импровизация только по командам. Ну, да. Короче, что-то новое, но я не одуприла вообще. Не пойму, он им нравится, а мне не нравится. Сейчас буду смотреть. Ладно, крошки Кристинка уже легла спать. Поэтому я тоже уже выключаю в виде свет и ложусь спать. Спокойной ночи. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok